МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немного передохнув летом, мир снова готовится к волне коронавируса. Что уже предприняла медицина и к чему подталкивает каждого из нас? Эффективна ли вакцинация против гриппа? И как защитить себя от возможных вирусных рисков? Сегодня это главная тема. Мы начинаем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующая отделом эпидемиологии Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Солошкова. Инна Федна, добрый день. Добрый день. Первое медучреждение региона, которое стало принимать пациентов с COVID, областная инфекционная больница. Какие мысли сегодня, спустя эти полгода, приходят о первых месяцах борьбы с пандемией? Наши ожидания были несколько завышены на самом деле. Все, как сегодня, спустя это продолжительное время, оказалось, ну, несколько проще. Ожидания были, наверное, самым сложным. Ожидание первого пациента – это было самым сложным в этой ситуации. Хотя мы готовы были к нему. До того, как поступил в ночь на 11 марта первый пациент, у нас уже поступало до 10 человек в течение предыдущего месяца пациентов с так называемым вероятным случаем COVID. К ним мы отнеслись еще тогда уже как пациентам с COVID. Под этих пациентов мы уже провели зонирование наших помещений, где должна быть красная зона, где должна быть чистая зона. Под них у нас уже был создан запас средств индивидуальной защиты. И пользовались мы, принимая этих пациентов в полном объеме. Поэтому к первому пациенту мы уже были готовы. А вот тот факт, что Беларусь не сбавила обороты развития инфекционных больниц в стране, не ликвидировала этот институт медицины, добавила ли эффективности в борьбе с пандемией? Я считаю, что это на самом деле добавило эффективности, потому что не во всех учреждениях, которые впоследствии были задействованы под оказание медицинской помощи пациентам с COVID, был обученный медицинский персонал. Мы же работаем с инфекционными больными ежегодно, мы проводим учения, и поэтому для других учреждений здравоохранения мы могли оказать хотя бы методическую помощь, прежде всего, ну и консультативную тоже. Катерина Владимировна, подключайтесь к разговору. Как оцениваете сегодня, опять же, спустя полгода, как сработала сеть городских поликлиник в это непростое время? Я так полагаю, что, конечно, первый случай был, ну, определенная неизвестность этого процесса. Вот это пугало больше всего. И как же последовательно, поступательно выстроить маршрут движения и персонала, и пациента? С начала марта поменялся сам механизм взаимодействия врач-пациент, верно? Механизм, безусловно, поменялся. Почему? Потому что одним из первых приемов изоляции и ограничения распространения инфекции это как раз есть вот изоляция, самоизоляция пациента и нераспространение среди других пациентов. И для этого как раз-то выстроена была работа контактных, так называемых, бригад в амбулаторных условиях. То есть, когда не пациент в поликлинику приходит при первых симптомах к ковидной инфекции, а непосредственно врач идет к пациенту. И вот этот механизм, я так полагаю, что позволил ограничить распространение инфекции у нас в том числе. Этот алгоритм сохранился и по сегодняшний день? Абсолютно он сохранился. Может быть, он в меньшей степени интенсивности с учетом меньшего количества заболеваний. Вот как раз в предыдущий вот сейчас период, нежели относительно первого всплеска заболеваемости. Но этот механизм существует, он работает, и контактная бригада на сегодняшний день принимает вызова, координируется работа и выезжают к нашим пациентам на дом. Про подвиг медицинских работников сказано немало, в том числе и в нашей программе. А все-таки как насчет самосознательности населения? Ведь от этого тоже эффективность борьбы зависит. Знаете, мы вот наблюдаем эту ситуацию. На самом деле самосознательность пациентов, она подросла, скажем так. Она не совсем достигла тех границ, которые мы бы, наверное, все с точки зрения эпидемиологии, инфекционных, которые хотелось бы, чтобы было... Просиление было более... Да, но вместе с тем, я думаю, что вот эта ситуация, которая у нас развилась весной и летом, она научила всех мыть руки не по одному, как минимум, раз в день. И это нас несказанно радует, потому что ковид – это одна сторона, но инфекционные заболевания другие, которые передаются с грязными руками, это же не меньшее зло на самом деле. Поэтому... Кстати, мы увидели, что кишечные инфекции у нас резко снизились за вот этот вот период. Да, в первые месяцы серьезнейшей этой борьбы мы видели, что те, кто хотел, освоили эти простые средства профилактики и их использовали активно. Но ведь снижение заражения и, наверное, долгожданное лето по-хорошему нас расслабили, как вот сегодня все-таки. Ведь мы говорим о подготовке к второй волне возможной. Как сегодня снова вернуться в режим профилактика? Мне кажется, что наше население очень четко видит, чувствует, слышит всю информацию, которую мы им доводим. Когда к нам пришла вот эта беда и случился ковид, люди очень быстро прониклись вот этими вопросами. И ношение масок в общественных местах, магазинах, автобусах, троллейбусах, оно уже воспринималось нормально. Очень многие люди применяли средства защиты, мыли руки и все. И очень радовало, когда в магазине соблюдали дистанцирование, полтора метра, все вот как бы рекомендации вот эти. Но ведь сегодня вы говорите как о прошлом, а как сейчас. И когда пошло на снижение заболеваемость, население, конечно, расслабилось. Мы видим о том, что вторая волна, она надвигается, Европа уже вовлечена, у нас уже идет подъем ОРИ. Сергей Ростиславович, вот как по-вашему, охотно ли мы сейчас снова возвращаемся в этот режим внимательного отношения к себе и своим близким? Я бы не сказал, что так охотно, как вы говорите, возвращается, но реалии таковы, что людям придется вернуться в этот режим, наиболее сознательно это понимают. Три немудреных правила. Это мыть руки, носить маску, соблюдать социальную дистанцию. Вот те три компонента, которые, собственно говоря, позволят не развиться в полную мощь ожидаемой или неожидаемой второй волны. Перчатки в общественных местах вы по-прежнему рекомендуете, либо это не обязательно, при наличии этих средств. Здесь, знаете, я думаю, что такое очень двоякое отношение к этому моменту. Либо антисептиком обрабатывать руки, либо использовать перчатки. Перчатки не заменяют. Не заменяют, но другого. Но есть аллергические реакции у кого-то на антисептик, поэтому они используют перчатки. На перчатках точно так же вирус может сохраняться, и на этих же перчатках можно занести этот вирус в любое другое помещение. Поэтому их тоже надо... Лучшие средства спиртосодержащего нет ничего для того, чтобы обработать руки. Совершенно верно. Причем процент не менее, чем 60, желательно 70. Надежда Алексеевна, подключайтесь к разговору. Ковид-испытания в ваш район пришло, если не ошибаюсь, на месяц позже, чем, к примеру, в тот же Гомель. Вот как это помогло и помогло ли в готовности медслужбы? Конечно. Наверное, нам повезло больше всех, чем другие районы, потому что, действительно, первые пациенты у нас начали поступать к нам где-то в начале апреля или в конце марта. Поэтому, конечно же, за это время очень много было уже наработано. Определенный опыт уже был наработан в Гомельской области. Самое главное было, чтобы научить наших медицинских работников правильно одевать средства индивидуальной защиты, и чтобы они привыкли к этому и морально, и физически. Кроме этого, мы работали с населением. Благодаря тому, что мы рядом находимся с городом Гомелем, конечно, очень большую поддержку и помощь нам оказывала инфекционная больница в лице главного врача. То есть различные консультации. Было очень много вопросов. Действительно, мы им звонили, Сергею Ростиславовичу звонили и по вечерам, и по ночам. И вы знаете, настолько приятно, что он всегда нам помогал и всегда давал конкретные ответы на все поставленные вопросы. Кроме того, хочу сказать, что очень активно и тесно мы работали с районным центром гигиены и эпидемиологии. И это позволило нам своевременно выявлять контактных лиц. Мы их сразу же изолировали. Причем, я считаю, вот этот опыт, когда мы только начинали с этой инфекции работать, мы выявляли пациентов и контактных, изолировали их в город Гомель. И вы знаете, я хочу сказать, на заболеваемость и на дальнейшее распространение очень большое, конечно, имело значение. Белоруссия вообще, в отличие от других стран мира, пошла своим путем. То есть у нас особый метод борьбы с коронавирусом, это вот, как Надежда Алексеевна сказала, выявление контактных. То есть это уже наша служба занималась этим вопросом, опрашивала заболевших, собирали все очень близкие. Вначале мы собирали близкие контакты первого уровня и дальние контакты второго уровня. Потом перешли уже только на первый уровень, потому что увидели, что среди второго уровня очень малое количество заболевших. То есть мы видим, что именно близкий контакт дает передачу вируса. И вот это действительно изолирование вот этих контактных на сегодняшний день нам дало очень, скажем так, сглаживание вот этого уровня заболеваемости и немножко растянутый процесс. И появилась доступность медицинской помощи всем, кто в ней нуждался. Раз уж вы заговорили про этот действительно уникальный опыт Белоруссии, даже в масштабах всего мира, хотел спросить, а вот то, что мы не ушли на жесткий карантин, не заперли людей в квартирах, Сергей Ратиславович, согласны, что это действительно правильно было сделать? Та картина, которую мы сейчас видим в некоторых странах Европы, в Испании, в частности, Великобритании, Франции, показывает, что уход в жесткий карантин в свое время этих стран не помог им избежать второй волны, которая в некоторых территориях превышает даже по своей высоте первую волну. Надежда Алексеевна, а вот как с такими долгожданными в свое время платными экспресс-тестами? Они сегодня пользуются спросом? Да, конечно, и очень активно, потому что население наше сейчас имеет возможность все-таки выезжать за рубеж и отдыхать, и на работу. Они делают эти платные тесты. Практически в этот же день результат через несколько часов. Есть результаты, они спокойненько, пишем справку, они выезжают. И поэтому очень удобно. И население, мне кажется, спокойнее от этого, что они знают, что они в любой момент... Вот он захотел пойти сделать тест, он пошел и сделал его. Проблем никаких нет. В Гомеле тоже тестов в достатке? Абсолютно. Тестов в достаточном количестве. В любой поликлинике можно выполнить. И в течение суток, вот Надежда Алексеевна полностью поддерживает, что в течение рабочего дня результат можно получить. И то, что спокойствие это добавляет нашим людям, и то, что, знаете, как вот всегда же хотят уколоть, что где-то что-то кто-то скрывает. Здравоохранение, государство что-то скрывает. Так вот как раз наличие доступных вот этих экспресс-тестов на платной основе... Очень помогает в том числе с этим бороться. Продолжить вот этот миф, понимаете, о том, что что-то утаивается, ничего не утаивается. И вот в продолжении того ответа на тот вопрос, который Сергей Руслевич, вы говорили по поводу жесткого карантина, жестких мер. И наш опыт, он положительный, отрицательный или он какой? И сейчас мы, спустя уже вот это время, проанализировав ситуацию, наверное, можем гордиться. Вот принятыми вот такими на тот этап, казалось, многими, да, и внешними силами, в том числе непопулярной шагом, да, непопулярной мерой. Но вместе с тем на сегодняшний день время доказало и расставило точки над «и», что все-таки это был правильный, да, с определенным риском шаг, но очень правильный, и он себя оправдал полностью. То, что позволило не остановиться вообще экономике, потому что, ну, это очень важно на самом деле. Инна Федоровна, буквально коротко, вот чтобы подвести черту в выстроении хронологии, кто больше всего пострадал в первую волну коронавируса, это только лишь пожилые люди с наличием хронических заболеваний? Нет, я бы сказала, что структура распределилась следующим образом. У нас детское население, вы знаете, оно было на каникулах частично, да, то есть в апреле месяце они были разобщены, в мае месяце пошла немножко заболеваемость среди детей, потом они ушли на каникулы, и они опять разобщились. В итоге в структуре у нас дети занимают от 13 до 15% заболеваний. Пенсионного возраста у нас где-то на сегодняшний день около 20% только вовлечено, то есть это лица старше 60 лет, 55-60. То есть пенсионный возраст население тоже четко чувствовало, знало, понимало, что у них много хронических форм заболеваний, и они очень четко соблюдали дистанцирование, они оставались дома, о них заботились их родные, близкие, дети, и они меньше вовлеклись, а вот именно работающее население у нас составляет большую долю, потому что, ну, было общение. Обработка общественных мест, подъездов, транспортов, все это продолжается и сегодня? На сегодня подъезды обрабатываются только там, где есть очаги инфекционных заболеваний, если там кто-то заболел или есть носитель, тогда идет обработка. Она несколько приостановлена, хотя не отменена нормативными документами, и я вот думаю, что в ближайшее время, когда мы как бы выйдем на такой уже более высокий уровень заболеваемости, все будет возобновлено. Человек, который переболел коронавирусом, может ли не беспокоиться по поводу повторных заражений? Таких случаев немного, но они у нас не только в городе, но и в регионах регистрируются. У нас есть статистика, мы ведем как бы такой учет и четко видим, когда идет повторная фамилия, повторные заболевания, они единичные, но они есть, к сожалению. Люди, те, которые переболели в прошлом, они сейчас повторно опять, через вот три месяца где-то идет повторное заражение. Сейчас в России достаточно много говорят о вакцине от ковид. В Беларуси ожидать ее, я так понимаю, в массовом плане и порядке можно только к следующему году? Пока сказать очень сложно, когда вакцина к нам придет. Сейчас в Беларуси идет вакцинация на добровольном основе, то есть кто хочет, может себя, скажем так, заявить для вот этой экспериментальной вакцинации. По предварительным информациям Министерства здравоохранения, вакцина к нам должна поступить где-то в конце, в декабре или в январе. В ближайшее время, пока вот ближайшие два месяца, мы не ожидаем ее. Готовность ко второй волне коронавируса, сегодня об этом говорим в эфире «Беларусь-4». Сергей Ростиславович, Екатерина Владимировна, какие ошибки были учтены и готовы ли сегодня, уже сегодня учреждения здравоохранения региона, в случае чего, дать отпор? Конечно, готовы. У нас есть опыт, у нас есть хороший опыт работы, поэтому готовность у нас остается на прежнем уровне к приему пациента. Глобальных ошибок у нас не было. Были частные, может быть, какие-то недоразумения на субъективном уровне, но глобальных ошибок у нас не было. У нас не было ни очередей на госпитализацию, у нас хватало средств индивидуальной защиты, наша область даже с другими областями на определенном этапе делилась. Может быть, мы просто были немножко в привилегированном положении, у нас есть свое предприятие, производитель средств защиты в городе Гомеле. Отчасти нам повезло. Да, с этим нам повезло. Да, пошел комментарий навстречу, иначе массовое производство. Ну, я уже рекламу не давал, вы уже сами, да. Ну и другие предприятия. Да, и с медикаментами у нас все было. И самое главное, наверное, в этом, это вопросы планирования, прежде всего, и прогнозирование. Все наши прогнозы сбылись, мы всегда шли на шаг вперед развития эпидемической ситуации, мы заблаговременно открывали новые учреждения здравоохранения, новые койки, поэтому каких-то сбоев таких у нас не было. Катерина Владимировна, ну вот все-таки, готовясь ко второй волне, работу над ошибками с коллегами проводили? Безусловно, проводили. И я вот здесь присоединюсь к Сергею Русловичу о том, что глобальных ошибок в наших действиях не было. Но была определенная даже избыточность предпринятых мер. Вот это можно... А это ведь тоже выматывало, да? Конечно. Можно ли вот это назвать ошибкой? Скорее нет, да, потому что была неизведанность. Но на сегодняшний день мы четко выработали алгоритмы и работы медицинского персонала, и объемы тех средств индивидуальной защиты, которые необходимо в каждой конкретной ситуации одевать, во что облачаться, и то количество лекарственных средств, которые у нас должны быть, про запас и дезинфицирующие средства. И, безусловно, на сегодняшний день, но могу не знать, это секрет или тайна, или нет, о том, что на сегодняшний день у нас в городе, благодаря поддержке областного исполнительного комитета, выделенным средствам, сформирован запас средств индивидуальной защиты, который позволит в случае разгорания второй волны, без проблем перераспределяя вот эти средства между организациями здравоохранения города Гомеля, всех в полном объеме всем обеспечить. Поэтому мы готовы ко второй волне, но хотелось бы, конечно, чтобы она прошла такой плавным бризом, скажем так. И еще все-таки в этой готовности действительно, подчеркнем в очередной раз, очень важно самосознание каждого пациента. Надежда Алексеевна, вот давайте буквально тезисно напомним, при каких симптомах сегодня обязательно нужно обратиться в поликлинику к специалисту? При симптомах ХОРВИ, любая инфекция, то есть если у человека там поднялась температура, если у него насморк есть, вот самое элементарное, они, конечно же, должны обратиться. Или просто насморк, но без температуры, обязательно. То есть вот это вот наша привычка, знаете... Нет, ну без температуры они не пойдут к врачу, они не пойдут, потому что это только вот когда контактное выявляют, то вот бессимптомные формы идут эти. А так они, конечно же, пойдут, если температура, если там появились признаки любой респираторной инфекции. Но вместе с температурой? Температура, насморк, может быть без температуры, но опять-таки даже кашля, наверное, не будет, да? Тут в основном только там, ну в основном это признаки респираторной инфекции, больше ничего. Коронавирус чаще всего проявлялся как типичный грипп, да? То есть ломота в суставах, головная боль, температура, вот недомогание. Ну а теперь давайте вспомним, какое количество людей по привычке переносило похожие симптомы на ногах. Да, есть такие люди практически. Вот волна, первая волна нас научила тому, что все-таки это не дело, помимо того, что ты себя под угрозу ставишь и свое здоровье, но под угрозу ставишь здоровье своих коллег, к примеру, Катерина Владимировна. Абсолютно, понимаете как, если у вас в семье есть заболевший уже ковидной инфекцией, и у вас проявилась слабость, такое немотивированное недомогание, даже небольшое повышение или не повышение температуры. А если нет такого больного и просто появились вот эти достаточно легкие респираторные? Если есть такой больной, значит однозначно необходимо вызвать врача к себе на дом. Не нужно ходить в поликлинику. Если у вас нет дома заболевшего ковидной инфекцией, но опять же появились вот такие легкие симптомы, недомогание, першение в горле, может быть небольшая дышка, может быть какой-то сухой надсадный кашель, лучше обратиться в поликлинику. При этом в каждой поликлинике надо обратить внимание на то, куда вам идти. То есть идти в общую ли регистратору, либо сразу на входной двери почитать, куда с такими симптомами обратиться. И это, как правило, отдельный вход, отдельный кабинет, отдельный врач, который сам защищен. И все меры дополнительные предостережения распространения инфекции там соблюдены. Катерина Владимировна, Надежда Алексеевна, вы наверняка понимаете переживания пациентов, которые, отправляясь в очередной раз в поликлинику, все-таки беспокоятся заразиться повторно, будучи идущими на поправку. Что сегодня предпринято в поликлиниках, чтобы это минимизировать? Обязательно. Это два входа. То есть идут основной поток пациентов, который идет через обычный вход. У нас тоже в нашем районе выделен отдельный вход для температурящих пациентов. И причем это сделано не только во взрослых поликлиниках, это и в детских поликлиниках, это также предусмотрено и в наших амбулаториях общей практики, которые работают на селе. Поэтому обязательно это отдельные доктора, которые принимают там таких пациентов, их осматривают на месте, им там же делают анализы, тесты делают, назначают все необходимые медикаменты, и потом они дальше уже смотрят, если надо, госпитализируются. Например, сейчас практически все, даже из поликлиники, если мы выявили коронавирус, и мы видим, мы сразу везем их в Бомель. То есть мы их у себя не оставляем. Дальше наличие дезинфицирующих средств в холлах всех учреждений. И не забывайте, что на входе стоит сортировщик, да? Да, конечно. Который направляет. Направляет, куда идти. То есть специально одеты с бесконтактным термометром, который проверяет всех входящих. Координатор всех входящих. И сразу же, если даже человек вдруг забыл почитать, что на двери написано и куда ему необходимо идти, сразу непосредственно на входе в холле находятся на самом деле полностью экипированные специалисты поликлиник с бесконтактным термометром, который тут же сориентирует. Плюс вот дезинфицирующий режим же определенный в учреждениях сохраняется и по сей день. И каждые два часа обработка рукчик в дверях, обработка поручней в лестничных маршах. Это все осуществляется с использованием дезинфицирующих средств. Следующий вопрос, то что пациент сам должен о себе в какой-то степени позаботиться и прийти в поликлинику уже в маске. Для того, чтобы маска же не только предотвращает распространение инфекции от больного, но и защищает здорового, пришедшего по другому поводу в поликлинике, от того больного, который может ему встретиться на пути. И знаете, очень интересно так наблюдать, когда приходят в поликлинику, прямо на крыльце поликлиники надевают маску и заходят в поликлинику. То есть, ну вот я как руководитель подсознательно понимаю, что, наверное, боятся в поликлинике заразиться. А на сегодняшний день такой, ну это однозначно, что в поликлинике в меньшей степени можно заразиться, нежели идя в гипермаркет или нежели идя куда-то на другие мероприятия, которые мы наблюдаем, с массовым участием. В том числе тех, кто требовал дистанцирования и карантина. Поэтому как раз-то вот хотелось бы призвать к сознательности тех, которые идут вот в том числе на вот какие-то мероприятия и в общественных местах, в автобусе. Вот там риски больше, нежели в поликлиниках на самом деле. Я сейчас вспомнил цитату из интервью Сергея Ростиславовича. Вы одному из моих коллег сказали, вы в нашей инфекционной больнице практически в самом безопасном месте. Да, было такое. И это на самом деле на сегодня так. Сейчас, уважаемые гости, я уверен, что у многих зрителей все-таки еще важный вопрос, как профилактировать, да, помимо в целом здорового образа жизни. Каждый ждет совета, возможно, с виртуальным блокнотом, может быть, какие-то народные средства, может быть, еще какие-то советы, которые стоит все-таки соблюдать. Ну, вы знаете, как профилактическое средство, я думаю, наверное, можно было бы использовать и обычный лук, и чеснок, которые обладают фитонцидным действием и препятствуют, предотвращают проникновение вируса через слизистую оболочку. Наверное, это самое простое. Но нельзя не вспомнить о том, что было время, когда у нас отсутствовали лимоны и еще что-то. Имбирь. Имбирь. Имбирь, да, как бы любимая имбирь, лимоны и мед. Да, почему-то решили, что вот это поможет. Да, оно, возможно, поднимает иммунитет, по крайней мере, это вкусно и приятно. Но они совершенно не гарантируют все-таки отсутствие угроз связанных с калей. Ну, конечно, никаких гарантий абсолютно нет. Конечно, чисто для повышения иммунитета. А даже самое главное в это верить, наверное. Будешь верить, что тебе это поможет, точно не заболеешь, наверное. Ну, и, конечно же, все остальные меры профилактики и закаливания. Но, мне кажется, это нужно делать постоянно, потому что если делать только в период подъема какой-то заболеваемости или вот ковид-инфекции, естественно, это не поможет. Сколько таких в перспективе волн может быть? И когда все-таки человечество сможет, вот что говорят эксперты, позабыть про ковид-угрозы? По моему скромному мнению, таких волн может быть сколько угодно. Но в итоге все закончится спорадической заболеваемостью. Может быть сезонной даже заболеваемостью. Спорадической, значит, менее сильной. Случаи на протяжении определенного какого-то времени они будут всегда. Как аденовирусная инфекция, как риновирусная инфекция, как многие другие респираторные инфекции. Вот. Думаю, что закончится всем этим. Шанс может дать применение, если будет произведена хорошая вакцина, может быть, тогда и распрощаемость. Она сможет ускорить этот процесс, да, когда снижение резкости. Я не думаю, что вирус покинет человеческую популяцию окончательно, но использование вакцины сможет минимизировать количество новых заболеваний и неблагоприятных исходов. И, уважаемые гости, в завершении программы еще одна актуальная тема – сезонная вакцинация. Перед тем, как перейдем к деталям, я хотел бы, чтобы мы немножко подчеркнули в начале о эффективности, однозначной эффективности прививок против гриппа. Но на сегодняшний день сомневаться в эффективности вакцинации против гриппа нам не приходится. Цифры говорят за себя. Если сравнивать 2011-2012 год, когда мы прививали 30% населения, и последние 5-6 лет мы прививаем уже 40% населения, у нас вот эта большая группа заболеваний ОРИ, острые респираторные инфекции и грипп в сочетании, уменьшилась на 42%. То есть в всей структуре инфекционных заболеваний ОРИ занимает самый большой удельный вес. И снижение на 42% – это несет очень большой экономический эффект. Мы проводим различные расчеты экономического эффекта вакцинации в зависимости от экономии больничных листов, экономии на производстве, трудопотери, оплаты лекарственных препаратов, то, что потеряет человек производстве от того, что он уйдет на больничные и так далее. На сегодня, по нашим расчетам, около 6 миллионов долларов мы теряем на счет больничных листов. Если бы не было прививок, то это было бы еще больше. То есть экономически это все просчитывается, эффект этот доказан. И надо сказать, что вот на сегодня мы опрашиваем всех заболевших ковидом, наше население, и значительно большая часть, пока процент назвать не могу, потому что это по истечении года можно сделать вывод, но значительно большая часть говорит о том, что из заболевших они были не привиты против гриппа. То есть здесь, понимаете, прививка против гриппа, она подстегивает общий иммунитет и создает безопасность для других инфекций в том числе. Екатерина Владимировна, прививки в поликлинике, к примеру, областного центра поступили, насколько знаю, в середине сентября? С 15 сентября мы начали прививочную кампанию для бесплатного обеспечения вакцинами против гриппа. И, знаете, вот это, опять же, вот эта социальная направленность государства и забота о своих гражданах и возможность прививиться бесплатно против гриппа, на самом деле это очень большое благо и большая польза. Потому что вот Инна Федоровна правильно абсолютно говорит о том, что грипп, человек, заболевший гриппом, у него резко возрастают шансы заболеть тут же еще и ковидной инфекцией. А два микста вот таких, два серьезных вирусных заболевания, ну, однозначно прогноз только ухудшают. Поэтому прививка против гриппа, способствующая тому, чтобы человек не заболел или в более легкой форме перенес грипп, оно своего рода профилактирует заболевание и ковидом. И сегодня та вакцина, которая бесплатная, которая у нас поступила для использования, она трехвалентная вакцина и содержит, кроме как раз-то компонентов вирусных неактивированных, она содержит мощный иммуномодулятор, который подстегивает дополнительно, подстегивает иммунитет бороться со всеми инфекциями, в том числе и с ковидом. Поэтому призываю всех, те, которые подлежат бесплатной вакцинации, вот этой уникальной возможностью, на самом деле уникальной, потому что это беспрецедентно для других европейских стран, вот если мы сравниваем и говорим. То есть везде же за свой счет и те, которые угрожаем, а контингенты. А у нас в стране это совершенно бесплатно. Поэтому призываю всех наших граждан воспользоваться этой возможностью. Использоваться, чтобы защитить себя и своих близких. Надежда Алексеевна, наверное, и у вас в том числе спрашивают и пациенты, и знакомые, вот страна-производитель влияет ли на качество работы вакцины? Вы знаете, ну, я думаю, что нет, но действительно иногда, мне кажется, для них более, вот мне кажется, что какое-то иностранное название более красивое может быть. Вот Россия, вот Нидерланды, так, почему-то скажут, что я хочу Нидерланды. Почему-то. Но такая возможность тоже есть, но на платной основе. Такая возможность есть, конечно. Такую вакцину мы тоже берем, это платная вакцина, и мы ее предоставляем для организаций и предприятий. Вы знаете, вот что характерно, у нас два крупных предприятия, вы знаете, это фарфоровый завод и бумажная фабрика. И всегда мы прививаем уже, ну, в течение последних несколько лет не менее 40%, ну, сначала меньше, дошли до 40%, вот, и как-то директора идут тоже навстречу нам и покупают эту вакцину и прививают своих работников. И хочу отметить, что заболеваемость ковидом на этих предприятиях в этом году, она была единичная, спорадическая. В основном в Добружском районе это заболевали безработные, те, которые, казалось бы, они сидят дома, но в то же время они ходят в магазины, они посещают какие-то общественные места. А те, кто ходил на работу, вот они заболели единичные. Поэтому, как бы, тоже об этом надо задуматься. Эта тенденция не может не радовать, на самом деле. Потому что это и осознанное желание людей привиться, и повышение их самосознания и ответственности за свое здоровье. Потому что, кроме того, что грипп, который протекает как само заболевание, да, экономический ущерб приносит, но он же осложняется, он же дает осложнение на сердце, он же дает осложнение на почки. И уже грипп-то прошел, да, а заболевания сердца и почек сформировались, с которыми дальше человек живет, и которые, к сожалению, утяжеляются. Поэтому очень рада, и я поддерживаю Надежду Алексеевну, в том, что самосознание пробуждается. И вот мы в городе Гомеле, крупный город, много людей, много мнений, много особых мнений. Но это хорошо, потому что всегда в споре в каком-то рождается истина. Но от года к году самосознание все-таки растет. И с точки зрения руководителей предприятий, их ответственности за своих сотрудников. Но мы всегда в здравоохранении все-таки пытаемся нацелить на то, что каждый человек ответственный за свое здоровье. Не руководитель предприятия, да, не врач, ну никто и кто еще, не местная власть, да, ответственна за наше здоровье каждого индивидуально. А все-таки каждый сам отвечает за себя. И возвращаясь к теме коронавируса, носите маски, мойте руки. Касаемо темы гриппа, привейтесь, воспользовавшись бесплатной вакциной. Если у вас особое мнение и вы доверяете импортных производителям, пожалуйста, вот вам оплатите и сделайте прививку. Поэтому я хочу сказать, что состав вакцины, импортной, российской, он одинаков. Три вируса включаются в эту вакцину по решению Всемирной организации здравоохранения. Поэтому это Франция, Нидерланды или Россия, вакцина одинаковая. Вся вакцина проходит исследование у нас в Республике Беларусь на все иммуногенные свойства, то есть входной контроль так называемый. И на сегодня она как бы эффективна и уже на протяжении многих лет показывает свою эффективность, как я говорила, уже и заболеваемости, и гриппами, последствиями и так далее. Поэтому мы прививаемся российской вакциной и очень вполне хорошо. Все на качество соответствует. Иначе бы не закупало государство и не тратило деньги. Инна Федоровна, буквально коротко, ваши коллеги, когда в этом году планируют эпидподъем? Обычный у нас прогноз осуществляет наш национальный центр по гриппу. Но на сегодня, они говорят, это конец января-февраль, традиционный сезонный подъем. То есть пока как бы других прогнозов у нас нет. Уважаемые гости, время подводить итоги программы. По сути, сегодня очень много полезных советов звучало на протяжении этих 40 минут. И все-таки самое важное, самое сочное в последних 3-4 минутах эфира у каждого из вас по традиции есть буквально по минуте для того, чтобы подвести черту в этом разговоре. Сергей Ростиславович. Самое важное, самое сочное, как вы выразились, это все же профилактика заболевания. Двух заболеваний, можно сказать. Я согласен с Екатериной Владимировной на все 100%, что это взаимоотягощающее заболевание. Будь то человек заболеет одновременно, будь то последовательно, сначала одним или другим. Поэтому прежде всего профилактика. Профилактика коронавируса, мы уже говорили, социальное дистанцирование, мыть руки соответствующими дезинфектантами, использование маски и чтобы не утяжелить состояние, вакцинация от гриппа. Это обязательно тоже. И чем раньше, тем лучше, чтобы не было накладки этих двух заболеваний. Надежда Алексеевна. Вы знаете, я думаю, что, наверное, нам нужно все-таки продолжать обучать наше население. От маленьких деток, может быть, даже какие-то занятия тренировочные проводить, чтобы все понимали, насколько это важно, быть здоровым человеком. Поэтому именно этим надо заниматься. Инна Федна. Ну, я за здоровый образ жизни. Я всегда говорю, что каждый человек кузнец своего здоровья. Каждый должен думать о себе в первую очередь и о том, что он не один в этом мире. Потому что мы живем в социуме, да, и если у нас в обществе есть коллективный иммунитет, да, а он складывается из двух составляющих. Привито 40%, переболело 25%, 65% защищено нашего населения. Это так называемый коллективный иммунитет. Поэтому все остальные не болеют. Вирус себя ведет очень спокойно, не вызывает никаких агрессивных вспышек и так далее. Мы об этом должны помнить. Поэтому, прививая себя, мы как бы заботимся и об окружающих. Поэтому здоровый образ жизни, достаточно... И простые отдельные советы. Да, достаточно сна, то есть спать нужно 7-8 часов в сутки, хорошее питание, отсутствие нервных стрессов, свежий воздух, вот простая формула здорового образа жизни. Мне хочется пожелать всем нашим жителям Гомельской области, города Гомеля, берегите себя, любите и заботитесь о тех, кто рядом с вами, и у вас все обязательно будет хорошо. Итак, это были наши выводы. Сделайте свои, на этом ставим точку. Встретимся ровно через неделю здесь, в студии на Пушкино-8. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова